Время новостей Время новостей Время новостей Время новостей Вход идут самые разнообразные методы влияния на членов избирательных комиссий. Принимаются странные с точки зрения закона решения. Более подробно о ситуации расскажут наши корреспонденты. Процесс подведения итогов выборов по 79 округу затянулся на неопределённый срок. Один из кандидатов, Владимир Бандуров, результаты не признаёт и требует пересчёта голосов. Причём, способы влияния на результат голосования самые разные. В субботу 1 ноября произошли серьёзные изменения в составе окружной комиссии. Кроме того, ранее сняли с должности председателя ОИК Андрея Грушко. По его словам, добиться своего представители Владимира Бандурова пытаются с использованием админресурса. В день голосования мне поступали от анонима СМС сообщения, чтобы я обязательно принял в скаргу жалобу Бандурова о пересчёте голосов к рассмотрению и произвёл пересчёт голосов. На что я эти СМС проигнорировал и надлежащим образом проголосовала комиссия, полностью 10 человек проголосовала за то, чтобы отклонить жалобу Бандурова. Представители Бандурова такое решение по понятным причинам не устроило, и один из них обратился в Запорожский окружной административный суд. Судьи обязали комиссию проголосовать за пересчёт голосов по 12 участкам, где безусловным лидером является Александр Григорчук. Апелляционную жалобу, которую подали представители кандидата Григорчука, отклонили. «Считаем вышеуказанное решение Днепропетровского апелляционного административного суда явно незаконным, принятым не в соответствии с нормами действующего законодательства. Все наши доводы не были взяты во внимание по причинам нам неизвестным. Мы с ней однозначно не смиримся и будем бороться за нашу победу». Борьба в минувшие выходные разгорелась и в самом здании Васильевского районного совета. В нашу редакцию поступила информация, что, возможно, в ночь на воскресенье будет совершена попытка незаконного проникновения в помещение, где хранятся бюллетени. Основная цель – провести фальсификации и испортить документацию по 12 избирательным участкам. «Наша съёмочная группа с самого утра находится в здании райадминистрации. Всё было оговорено, но в 9 часов вечера внезапно нашу съёмочную группу выставили на улицу без объяснений». «Так а что сейчас-то решили? Ну а кто знает? Дайте мне телефон, я позвоню, пожалуйста, я спрошу». «Куда? Ну кто вам сказал на суду? Так, не надо ничего, дайте телефон». В воскресенье заседание окружной комиссии, назначенное на 9 утра, началось гораздо раньше и со скандала. «Комиссии нету. Вот придёт и зайдёт. Они придут, зайдут и заходите вместе с ними. Так а чего она не идёт?» «Так вы не пускаете». «Ай, заходят, пожалуйста, я не против». Мнения членов окружной избирательной комиссии разделились. Некоторые уверены, что выборы прошли законно и оснований для пересчёта голосов нет. Законность назначения на должность председателя Ярослава Выговского тоже вызывает сомнения. «Відповідно до частини 11 статті 27 зміни у складі окружных виборчих комиссий після виборів робити не можно. Тим не менш, на якихось підставах центральна виборча комісія це зробила. І навіщо це було зроблено? Скажіть, будь ласка, це було зроблено, ви будете прагнути до перерахунку голосів? «Єдине, що я гарантую, що я як голова комісії прикладу максимум зусиль для того, щоб при роботі комісії дотримувався правовий порядок, щоб всі були вислухані, почуті, щоб всі норми були роз'яснені, щоб ми йшли в тій процедурі, яка, в принципі, у нас приведе до кінцевої мети». Протоколи с результатами голосования, которые члены окружной комісії отвезли в Киев, были приняты и отправлены на рассмотрение Центризбиркома. Однако такой поворот событий, видимо, не устраивает Ярослава Выговского. Несколько протоколов с избирательних участков были отправлены на уточнение. Для проведения процедуры и возврата протоколов в Центризбирком необходимо предоставить окружной комісії второй и третий экземпляры протоколов заседания. Ярослав Выговский отмечает, в ЦИК созванивался, но протоколы ему не приносили. Сами члены комісії подчеркивают, документы у них просто не принимают без объяснения причин. «Вчора зі мною куратор по області зазвонився, говорив, що…» «А хто конкретно? Скажіть, будь ласки. Я всіх кулаторів знаю по області». «Назовіть буйласко, бо я фактично лише третий день». «Так хто вам зателефонував? Я то знаю, хто міг зателефонувати». «Ну зараз я затрудняюся, можу надати цю інформацію більш пізніше». «Было рішення на засідання комісії при розподілі обов'язки на засідання в день голосування. Було принято рішення, що обов'язки секретаря виконую я. Зная про це, що ми таке постановлення приймали, Асаубаев вчора утром подійшов ко мене і попытався здати мне протоколи. Я теж попыталась їх взяти. Мені сказав Андрій Анатольович, не брати. Говорю, хорошо, возьміть ви. Передала йому два протокола ОВК по одномандатному і по загальномандатному. Он сначала їх положил у себе, потом Саша передал мне в пакете протоколи дельничних выборчих комісій. Я попыталась отдати Андрій Анатольович. Андрій Анатольович вроде как взял, а потом сказав, не надо. Не надо і не приймайте». В разгар спора в зал засідання вошёл мужчина і сообщив, що замістителя председателя комісії Андрея Злогостьева в коридоре ожидає милиція. Оказалось, здание заминировано. Почему правоохранители вызывали Андрея Злогостьева і як це связано з заминированням, зампредседателя ответить не змог. «Давайте, ми вам дадемо». «Давайте покидати». «Додожди, а ви действительно вызывали или нас обманывают сейчас?» «Вы вызывали милицію?» «Вы вызывали милицію или нет? Ответьте, пожалуйста, на вопрос журналістів». «Нас технічно вбудую». «То есть вы отказываетесь отвечать на вопрос?» После проверки здания сотрудниками взрывотехніческой службы заседание продолжилось. У Александра Асалбаева приняли протоколы с результатами голосования и оформили акт о передаче данных документов. Наши журналисты продолжают следить за развитием ситуации. В Токмаке не утихают политические страсти. Избиратели, не согласные с результатами выборов в Верховную Раду Украины по 81-му округу, пикетировали здание окружной избирательной комиссии. Накануне общественные активисты провели акцию протеста с требованием о пересчете голосов в связи с фальсификацией избирательного процесса. По заверению присутствующих, у них имеются достаточные доказательства нарушений избирательного процесса. Я начала снимать одного, второго, третьего кандидата в народные депутаты. Мне начали сообщать, где происходят нарушения. В частности, я зафиксировала, как в офисе ветеранской организации, которая расположена на территории больницы, раздавали очки. Сказали, что раздают от одного из кандидатов в народные депутаты общественная организация при Азове завалентирована. Мы все прекрасно знаем, что все кандидаты в народные депутаты посоздавали себе фонды и от них занимаются так называемые подкупом избирателей и фальсификацией выборов. Нарушения были не только от одного кандидата, от многих кандидатов было. Подкуп был по всему округу и постоянно. По данным Центральной избирательной комиссии, на одномандатном избирательном округе номер 81 в Запорожской области победил самовыдвиженец Сергей Валентиров. За него проголосовали 24,5% избирателей. На втором месте самовыдвиженец Александр Репкин. За него отдано 19,5% голосов избирателей. Участники митинга считают, что на конечный результат выборов повлияло и наличие свыше 3000 испорченных бюллетеней. Активисты потребовали от окружкома проведения перевыборов. Силы антитеррористической операции, которые несут службу на 31-м блокпосту Луганской области, уничтожили боевые позиции боевиков, которые ранее выдвинули им ультиматум. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, все терминалы Донецкого аэропорта находятся под контролем сил антитеррористической операции. Также Лысенко сообщил, что статус участника боевых действий получили более 1000 бойцов антитеррористической операции. Напомним, ранее в Минсоцполитике заявили, что около 5-6 тысяч бойцов АТО в ближайшее время могут получить статус участника боевых действий. По данным СНБО, за минувшие сутки погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет. В субботу 1 ноября в Пологовском районном доме культуры жители города просились со своим земляком Артемом Корневым. Артем служил по контракту в отдельном батальоне морской пехоты Феодосии. После вывода из Крыма воинской части продолжил службу в Николаеве. После передислокации подразделение в зону антитеррористической операции нес службу под Мариуполем. Погиб Артем Корнев в 29 октября в ходе обстрела террористами из градов позиций подразделения морской пехоты возле села Толоковка под Мариуполем. Похоронили героя на кладбище Полог. Ангелы-хранители. Так называют волонтеров украинские военные. Этих тружеников тыла сегодня чествовали в областном военном комиссариате. Их много и у каждого своя история. Но всех их объединяет одно – желание помочь нашим военным и приблизить тот день, когда мир воцарится на востоке Украины. Ольга из женской сотни Запорожья начала свой волонтерский путь, помогая весной украинским военным в Крыму, распространяла информацию о блокировании частей и о том, что наши военные остаются верны данной присяге. Далее, когда ребят эвакуировали в Одессу, уже вывезли, я начала помогать уже более, как так скажем, материально, не только морально, собирать помощь для них, для вывода помощь. Ну, это в основном были компьютеры, постельное белье, то есть такое, чтобы была возможность вывезти ребят из Крыма, которые остались верными присяге, и разместить как-то вот на новом месте. Ну, потом плавно я перешла на помощь армии. В их труде не бывает легко, но самое сложное, когда хочешь помочь, а не можешь, говорят волонтеры. Самое сложное, наверное, когда ты знаешь, что очень нужно что-либо, например, какой-то прибор, и он кому-то может спасти жизнь, а нет возможности его взять. То есть на данный момент не хватает денег или нет самого прибора, то есть те же тепловизоры. Потому что были случаи, когда действительно, если бы были средства наблюдения, то можно было бы спасти жизни. Галина Гончаренко – волонтер фонда «Солдатские матери». Потеряла сына напередовой, теперь помогает другим бойцам. Уверяет, запорожцы редко отказывают просьбам волонтеров оказать помощь военным. У меня погиб сын. У Людмилы Николаевны Печориной двое сыновей сейчас там, они в разных частях, но они сейчас на войне. И один из руководителей большого предприятия сказал, вы знаете, у вас такая мотивация, и мы вам доверяем, и знаем, что то, что мы вам даем, это пойдет действительно парням, оно никуда не денется, и это действительно то, что нужно. Может быть, из этих соображений люди приходят и приносят сами. В ходе собрания наградили трех киборгов – защитников Донецкого аэропорта. Один из них – Вячеслав, гранатометчик из Николаевской отдельной аэромобильной бригады. Его подразделению помогает «Феникс», ставший уже легендарным волонтер Юрий Бирюков. Боец говорит, ангелы-хранители снабжают военных всем – от теплых вещей, вплоть до военной техники. Допомогают и технично, например, в 79-й бригаде Юрий Бирюков, ведомый «Феникс», ведомый волонтер. Он даже поставит джипы для батальонов, и на них мы ставим оружие ДШК, АПТУР и так далее. Он уже створил новое обладнание, новое оружие, и так далее. Довольно широкая помощь идет от волонтеров. И им только благодарю. В период с 10 по 15 ноября существует угроза вторжения в Запорожскую область на Бердянском и Крымском направлениях. Об этом заявил командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко в ходе онлайн-конференции с участниками собрания в Запорожье, на которое прибыли представители различных общественных и волонтерских организаций области. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Командир батальона «Донбасс» прибыть на сборы не смог. Общался с запорожцами по скайпу. В ближайшее время обещает посетить регион. Заявляет о своем желании заняться вопросами обороны области. Это можно делать исключительно на людей, которые в Запорожске. Людей, которые понимают, что безопасность области нам плюс все касается денег. Я свою функцию вижу только в кризисе действий к обороны активистами, используя медийных ресурсов, битьем палок и по задам, если нет, ну, с вашей помощью. И в случае до того, что, в принципе, я готов в следующий период подременно работать. Один из ключевых вопросов обороны области, вокруг которого развернулась горячая дискуссия участников собрания – строительство оборонных линий. Встречи приняли участие представители СБУ. Признают, проблемы есть. Говорят, нет координации с генштабом. Пока строительство линии обороны ведётся лишь силами активистов. И мы будем говорить так, почти силами драм-кружка, мягко говоря, или это, мы построили эти сооружения. Там выделили областной совет, надавили, полтора миллиона выделили денег. Построили сборные пулемётные сооружения литые. Их соединили вместе с траншеями, дзотами и всем остальным. И у нас таких на сегодняшний день аж 22 на территории области. Тут кто-то спрашивал. Аж 22. Понимаете? И я вам хочу сказать другое. А кто там несёт службу? Отнесёт вот это наши общественные формирования полки, самообороны, там правый сектор и службы. Ну что там, там они 10-20 человек больше нету просто. Всё. И по милиционеру, допустим. Работа по организации обороны по всей Украине, говорят активисты, носит полулегальный характер. Как выход представители украинской военной организации предлагают присоединиться к ним. По их словам, в ближайшее время закон об УВО будет внесён в парламент. Это позволит легитимизировать работу общественных активистов по организации обороны. Предполагается, что будет создана организация, которая будет упорядкована законодательно. То есть законодательным путём она будет регламентирована, которая будет формировать основные критерии, связанные с организацией на месте любых подразделений. Но три критерия будут просто незыблемы. Это присяга на верность украинскому народу, это целостность и независимость и соборность Украины, и это внутренний суд чести. С этими критериями под любым названием, под любой ориентацией технической, гуманитарной, волонтёрской и так далее могут быть члены украинской войсковой организации. В планах у участников собрания подготовить письмо на имя президента Украины с описанием всех проблем с обороной, существующих в Запорожской области. В воскресенье сотни временных переселенцев из Донбасса. В знак протеста против выборов в самопровозглашённых республиках вышли на центральные площади украинских городов, ставших их новым домом. Митинговали они и в Запорожье. Донбасс – это Украина, заявляют временные переселенцы. Прибывшие из Запорожья из зоны проведения АТО. Они вышли на центральную площадь города в знак протеста против незаконных выборов, организованных в родном крае с сепаратистами. Акция в Запорожье была немногочисленной, но по-настоящему патриотической. Из более 11 тысяч переселенцев, находящихся по официальным данным в Запорожье, на площадь фестивальную пришло около двух десятков. Многие дончане боятся. Они, даже скажу так, я ходил здесь на выборы, проголосовал. Многие патриоты, которые находятся на освобождённой территории, не пошли. На выборы по одной-то причине. Основная проблема – мы ничего не изменим. Наше мнение уже неинтересно. То есть люди ушли в апатию после того, как в марте слила Украину. Наша же родная власть не поддержала достаточно жёстко. Скажу прямо, люди, которые находятся на территории Донецка, которые именно за Украину, они готовы терпеть любые лишения, лишь бы их освободили. Они не хотят жить ни в какой-то… в особом статусе, ещё где-то там, ещё как-то хотите назвать. Не хотят они. Они хотят жить в нормальном, мирном Донецке, который будет Украиной. В своё время они бежали от войны, опасаясь за безопасность свою и родных. Я последние 8 лет живу в Донецке, жил в Донецке, переехал в город Запорожье. Ну, в общем, город Донецк покидали по причине того, что там начался просто какой-то бандитизм. На улицах ходят люди с автоматами. Объявлена какая-то Донецкая народная республика непонятного происхождения, непонятно, на каком основании возникшая. И, в общем-то, когда просто уже нельзя было там быть уверенными не в своей безопасности и, тем более, в безопасности своих детей, когда на улицах начали стрелять, начали отжимать имущество у людей, отбирать, да, ну, пришлось просто выехать оттуда. Я был активным противником того, что там происходило. Выходил на митинги, был активистом, организовал медицинские волонтёрские движения. После того, как появились люди с автоматами, мы прекратили наше сопротивление, потому что, ну, против автомата с палками и флагами не пойдёшь. Они оставили родной край, однако его судьба не безразлична им. Поддерживают связь с родными и знакомыми, оставшимися там. Уверяют, террористы не имеют массовой поддержки среди жителей оккупированных территорий. Был момент, когда они праздновали День флага ДНР. Они вывесили большое полотнище, как раз на том месте, где мы защищали флаг Украины живой цепью. И, вы знаете, собралось 320 человек. Из всего Донецка 700-800 тысяч. Поддержать протестующих жителей Донбасса пришёл и житель Запорожья, уроженец шахтёрского края Сергей. Убеждён, мир обязательно вернётся в Донбасс. Украинский Донбасс. Вырос в Донецкой области, в городе Краматорске, который сейчас является частью Украины, как и весь Донбасс. Поэтому решили с семьёй и женой прийти поддержать весь Донбасс и обратить внимание, что тот выбор, который они сегодня им предлагают сделать, это не волеизъявление всего народа, а это часть горстка людей, которые мечтают жить в совсем другой стране, не в Украине. Наш, украинский Донбасс, он сильный, он обязательно выдержит все эти испытания. Продолжаем программу. Проблемы с теплом и энергоснабжением у жильцов дома 18 по улице Социалистической возникают не первый год. Но когда стали ломаться бытовые приборы, терпению людей пришёл конец. Отчаявшись дозвониться в коммунальное предприятие основания, они обратились за помощью в нашу редакцию, надеясь, что предприятие, ответственное за состояние дома, услышит их жалобы. На днях Лариса Ивановна, жительница дома номер 18 по улице Социалистической, включила телевизор и... Вот это так. Телевизор сгорел. Я вызвала мастера. Мастер отказывается идти, потому как напряжение должно 220 вольт, а у нас 150, 160, а вечером 140. В этом доме за последние дни у жильцов нескольких квартир сгорели телевизоры, холодильники и другие бытовые приборы, не рассчитанные на низкое напряжение в электрических сетях. Ветеран комбината «Запорушталь» Александр Николаевич хранит продукты на балконе, так как недавно купленный холодильник не работает. Рыщит, пищит и так далее. В прошлом году заменил. Сейчас обратно надо будет, и чего мы повытаскивали, надежды же никакой нет. И посмотрите, как горит у нас лампы и все остальное. Вот. Никто ничего делать не хочет. У нас даже вообще тухнет, выключается. Телевизор выключился, и лампочка выключилась. Вот такая лампочка, правда, у нас эконом вот такие поставили. И лампочка потухла, что сидим на свече, при свече. Уже две недели у нас такое творится. Лекарство попортилось дедово. Дед у меня лежачий, он участник войны. Сколько хожу, сколько звоню, никто ничего не делает. Жильцы говорят, отопление в некоторых комнатах до сих пор не появилось. Лифт работает с перебоями. Жильцы не скрывают своего возмущения работой КП «Основания», в которой они могут дозвониться на протяжении ни одной недели. По словам жильцов, корень всех проблем – в подвале. Там находятся электрические кабели, которые из-за порылов труб регулярно затапливают. Затапливается, как они объясняют, там вода, выбивает свет. И это уже несколько лет подряд. Ситуацию с падением напряжения в этом доме нам прокомментировали в компании «Запорожье Облэнерго». Энергетики говорят, учитывая аварийное состояние подвала, объект вообще должен быть отключён от подачи электричества. Но оставить девятиэтажку без энергии невозможно. «Запорожье Облэнерго» приняло единственное возможное в данной ситуации решение перезапитать потребителей от кабелей, которые обеспечивают электроснабжение лифтового хозяйства. К сожалению, в силу технических характеристик, объективных, эти кабели не могут выдать нужное напряжение. Но, как только КП «Основания» устранит неполадки в работе внутридомовых сетей, дом будет переподключен по стандартной схеме, и все проблемы с напряжением решатся сами собой. Всё, как оказалось, упирается в работу КП «Основания», которое исправно напоминает потребителям о необходимости своей временной оплаты за коммунальные услуги, но не спешит выполнять свои обязанности по качественному предоставлению этих самых услуг. «Вот сейчас надо платить за прошедший месяц. А как платить, когда они неделю, больше недели телефон не берут?» Узнать точку зрения коммунальщиков на проблему дома номер 18 по улице социалистической нам не удалось. Трубку телефона по контактному номеру КП «Основания» так никто и не поднял. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Участие в субботнике приняли более 60 сотрудников предприятия «Запорожкокс». В выходные около Запорожской специальной общеобразовательной школы-интерната «Оберих» высадился целый десант работников предприятия «Запорожкокс» с граблями, лопатами, кисточками, красками и другим рабочим инвентарём. В рамках программы «Зелёный город» работники завода решили помочь интернату обустроить территорию. С предложением провести субботник к руководству учебного заведения обратились сами. Говорят, увидели, что помощь нужна, когда проведывали ребят в начале учебного года. Мы этим деткам, которые живут здесь, в этом интернате, мы им помогали и на 1 сентября. Ребята, молодёжная организация наша очень активно собирала детям подарки. Мы приезжали, поздравляли их на 1 сентября, они были очень рады. Поэтому мы уже сюда едем, можно так сказать, как подшефным, почти как домой ребяткам помогать. Сегодня в школе-интернате учатся более 200 ребят с особыми потребностями. Территория учебного заведения – 3,5 гектара. Конечно, содержать её в порядке сотрудникам интерната непросто. Участники акции «Зелёный город» решили помочь не только с уборкой листьев, но и вскопали клумбы, покрасили забор, привезли скамейки и урны. Сегодня приехали помочь нашим детям на интернате отремонтировать скамейки. Привезли дополнительно новые, убрать территорию, покрасить полностью забор. Все люди в хорошем настроении. Я думаю, погода нам способствует. Холодно не будет. Ещё одним сюрпризом для ребят и сотрудников школы-интерната стало обустройство новой клумбы у центрального входа. Сотрудники «Запорожкокса» высадили на ней вечно зелёные растения и установили садовые скульптуры. Надеются, это будет поднимать ребятам настроение. Очень активно у нас включилась работа молодёжи. Это уже не первая акция, которую мы проводим. Это уже на протяжении двух лет. Мы два раза в год весной и осенью проводим. Оказываем помощь как городу, наводим порядки, благостроим территорию города, а также такие вот объекты, вообще образовательные, интернаты, школы. И также помогаем ветеранам. Акция «Зелёный город» проходит не только в Запорожье. В эти выходные более двух тысяч работников предприятий, которые входят в холдинг «Метинвест», вышли на субботники, чтобы сделать свои города лучше. Такие акции, как массовые субботники. Этот у нас субботник называется «Зелёный город». Мы уже проводим не первый раз. Мы начинали эти акции ещё с 2012 года. Они проходят массово во всех городах, где находятся наши предприятия. Вот сегодня вышли наши работники в Крёмроге, Запорожье, Мариуполе, в Киеве. Сотрудники предприятий говорят, что всегда с радостью откликаются на предложение чем-то помочь родному городу. И считают, если каждый в меру своих сил постарается сделать что-то полезное, Запорожье без сомнения станет лучше. Кто кроме нас поможет им? Если мир не без добрых людей, надо же помогать. Городу помогали. Паркирово убирали, набережную, на левом там, в частном секторе. Мы стараемся каждый свой, если по возможности, выходной день стараться в таких акциях участвовать, чтобы город наш был чище. И хочется, чтобы каждый присоединялся. Мы участвовали, допустим, и в других субботниках на набережной, и в городе убирали мусор, таскали листья. Много всякой работы делали, всё для города. Потому что мы любим свой город, нам здесь жить. И хочется, чтобы здесь было красиво и чисто. Во время субботника на территории школы-интерната «Оберих» сотрудники Запорожь-Кокса убрали опавшие листья, установили несколько скамеек и урн, высадили 40 кустов и деревьев. В этом году на проведение акции «Зелёный город» коллектив Запорожь-Кокса выделил 40 тысяч гривен. Помощь, которую мы сегодня получили, она просто безмерная, огромная. Огромное-огромное спасибо предприятию Запорожь-Кокса и всем руководителям, которые проявили небезразличие к нашим детям. На этом акция «Зелёный город» в этом году не заканчивается. В ближайшее время трудовой десант предприятий «Метинвеста» собирается сделать ещё целый ряд добрых дел для родного города. В Бердянске подвели итоги курортного сезона. По официальным данным, этим летом в Приморском городе отдохнуло более 62 тысяч человек. Всего в Бердянске работало более 80 оздоровительных учреждений, в том числе санатории, пансионаты, базы отдыха, детские центры. В летний период курсировали дополнительные железнодорожные поезда в направлении Москвы, Киева, Днепропетровска, Кривого Рога, Мелитополя и Запорожья. Также было увеличено количество междугородних автобусных маршрутов. Повышенное внимание, говорят чиновники, уделялось санитарному состоянию территории курортного города. На эти цели из городского бюджета было выделено более 3 миллионов гривен. И всё же основным приоритетом во время летнего сезона оставалась безопасность. Это говорит о том, что меньше половины людей не беспокоится о том, что безопасность у нас есть или нет. Но на этих всех территориях ведется коммерческая деятельность, хозяйственная деятельность, которая во благо громады и тех людей, которые отдыхают на пляже, кроме как их напоить и накормить, больше ничего не приносит. Сто лет в строю. Ветеран комбината «Запорожсталь» Михаил Венедиктович Назарешин в минувшую субботу 1 ноября отпраздновал свой сотый день рождения. Поздравить юбиляра пришли представители профсоюзного комитета и ветеранской организации комбината, бывшие коллеги, ученики, которые благодаря знаниям и опыту Михаила Венедиктовича постигали все премудрости труда металлурга. Теплые слова, приветственные адреса и цветы. Не единственные подарки от коллектива комбината «Запорожсталь». К столетнему юбилею Михаил Венедиктович получил современный телевизор. Но всё же главное не подарки, а внимание. Огромное спасибо всем за внимание. Большое вам спасибо. На «Запорожсталь» Михаил Назарешин пришёл работать в 1947 году мастером чугунолитейного цеха. А с 1954 и до момента ухода на пенсию в 1974 году трудился инженером-технологом фасона литейного цеха. Трудовой путь Михаила Венедиктовича должен стать примером для нового поколения металлургов, считает председатель профсоюзного комитета комбината. У нас на сегодняшний день прекрасная традиция всегда чтить то старшее поколение, которое возрождало, отстраивало комбината «Запорожсталь», и сегодня по жизни несёт дух металлургов. Вот всё то лет на сегодняшний день вы видите здравие на сегодняшний день Михаил Венедич, который показывает пример металлургам, которые пришли работать, что не надо пугаться мартеновской печи и прокатного стана. Международный фестиваль детского и юношеского исполнительного искусства «Аккорды Хортицы» впервые за 13 лет не состоится. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявили организаторы. По их словам, из-за ситуации на востоке Украины было принято решение провести «Аккорды Хортицы» в формате концерта при участии членов жюри и лауреатов конкурса. Уже третий раз в этом году концерты лауреатов фестиваля будут проходить осенью. Два из них прошло в Киеве, который организованно очень горячо поддерживает наш фестиваль заслуженная артистка Украины Богдана Пивненко. А в этом году любезно Запорожская филармония согласилась и проводит вот такой концерт уже в Запорожье. Несмотря на то, что у нас сейчас есть сложности и финансирование, но мы все-таки не отказались от того, чтобы еще раз порадовать как и гостей, вернее, как и запорожцев, так и гостей Запорожья теми талантами, теми выступления деток, которым мы по праву гордимся. И поэтому 7 ноября на сцене концертного зала имени Глинки состоятся концерты. Напомним, в рамках фестиваля Аккорды Хортицы дети выступают вместе с Академическим симфоническим оркестром. По словам членов жюри фестиваля, это напрямую влияет на желание участников профессионально заниматься музыкой. Инициаторы проекта надеются, что в следующем году фестиваль все же состоится. ДТП в Ленинском районе Запорожья. 33-летний водитель Део Ланос, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Кремлевской в направлении улицы Таганской. Как сообщили в ГАИ, вначале Ланос врезался в стоявший на дороге микроавтобус Форд Транзит. Затем машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с маршрутным такси. В результате ДТП пострадали 5 человек, в том числе и нетрезвый водитель. В следствии дорожно-транспортного происшествия были доставлены в 5-ю городскую больницу 4 человека, 2 пассажира автобуса БАЗ, водитель автомобиля Део Ланос и пассажир автомобиля Форд. Также ребенок 2014 года был доставлен с автомобиля Форд в детскую областную больницу. Сейчас по данному факту ведется следствие. На территории историко-культурного комплекса «Семисотлетний запорожский дуб» состоялась премьера спектакля по пьесе Пантелеймона Кулеша и Рыдова Марокко. В масштабной постановке было задействовано около полусотни участников, пиротехническое шоу, представители школы единоборства, спас и многие другие. Несмотря на то, что произведение Пантелеймона Кулеша было написано более 150 лет назад, его сюжет оказался актуальным и сегодня. Главный режиссер постановки Анастасия Коржова нашла новую интерпретацию классической библейской истории о рождении спасителя. В ее постановке пьеса получила оригинальный подтекст. Очень актуален этот спектакль в данной ситуации. Если вы внимательно смотрели, то вы можете провести некие параллели между мной, персонажем, между Кривдой и моей женой, между той же смертью, которую выражают, ну, сами понимаете, кого с косой, там, на инвалидном креслечке. Поэтому, ну, очень актуально. Режиссер у нас большая молодец, она очень хороший символист. Две составляющие. Первый, конечно, религиозный сюжет, который все знают. Кулеш перенес это все в украинскую реальность. В 19 веке перенес до сегодняшнего дня, до сейчас 21-го. Это остается актуальным, это звучит. Поэтому это пьеса. Несмотря на то, что Ира Довоморока – дебютный спектакль Анастасии Коржовой, молодой режиссер подошла к работе масштабно. В пьесе задействовано более 50 участников. Главной роли исполняют актеры театра ВИ, а в массовке – много горожан. Я за казака выступаю. Серега у меня выступает за Иродового войска. Мы на добровольных началах. Сын попросил поучаствовать. Он у меня занимается в осередку спасволя. Буду участвовать на стороне Иродового войска. Готоваться мне не надо, потому что все життя похвастает трошки. В четырех фильмах снимался про казаков. Так что, знаете, уже деякий опыт есть. Постановку батальных сцен доверили профессионалам. Бои между казаками и войском Ирода готовили специалисты Федерации единоборств «Спас». Украшением спектакля стало пиротехническое шоу от команды «Фламберг». А все действие происходило под аккомпанемент рок-группы «Скай Стейшн». Музыканты говорят, были использованы как композиции их группы, так и музыка, написанная специально для спектакля. Нам буквально две недели назад связалась с нами режиссер пьесы и предложила, собственно, сыграть аккомпанемент ко всему мероприятию. И мы согласились, потому что это стало для нас новым вызовом, интересно, под нашу музыку, пьесу Кулешану. То есть, очень необычно. Помощь в создании постановки оказал комбинат «Запорожсталь». Предприятие взяло на себя затраты на костюмы, свет и звук. В первую очередь я хотела бы поблагодарить комбинат «Запорожсталь», который выделил свою финансовую помощь этому проекту, представил своё плечо. Многочисленные зрители, которые собрались на премьеру, несмотря на холод и поздний час, не были разочарованы. Кстати, показ спектакля «Иродова Марока» на территории историко-культурного комплекса «700-летний запорожский дуб» стал эксклюзивным. В дальнейшем режиссёр планирует перенести пьесу на сцену театра «Лаборатории Ви», а также, возможно, отправиться с ним на гастроли. Орган и бандура. Музыка эпохи Возрождения и современности. Накануне в Запорожской областной филармонии состоялся концерт французского органиста Жана-Мари Леруа и запорожской бандуристки Ольги Бежинарь. Как восприняла публика редкую для областного центра музыку, видела Ирина Погоренная. В зале областной филармонии «Перианшлаг». Многие зрители и слушатели на концерте органной музыки впервые. Каждый индивидуально принимает музыку, поэтому, наверное, каждого своё какое-то отношение к данной музыке и свои переживания, возможно. Поэтому, не знаю, за кого сказать, но меня она впечатляет. Всегда очень хотелось побывать на концерте органной музыки. Я вообще впервые увидела, что у нас в Запорожье есть такой концерт. Ожидаю что-то грандиозное и остаться под большим впечатлением. Очень нравится вообще органная музыка. Хотелось бы посмотреть, как это по-настоящему звучит. С первых минут выступления французского органиста-виртуоза Жана-Мари Леруа зал замирает. На запорожской сцене известный органист не впервые. Предыдущие гастроли, которые состоялись в мае этого года, также собрали полный зал филармонии. Впрочем, в этот раз для запорожцев музыкант подготовил сюрприз – дуэт с запорожской бандуристкой Ольгой Беженарь. Первый раз я буду исполнять музыкальные композиции на органе с бандурой. Но во Франции у меня уже был опыт игры с арфой. И, конечно, это некий разрыв шаблонов, потому что, когда играет орган с бандура, это такое сочетание бандуры и фортепиано. Но мы увидим здесь совсем другой оттенок. У нас будет в программе гендаль звучать. Это переложение для бандуры и органа. А написанным гендалем – для арфы и струнного оркестра. Достаточно сложное и интересное произведение. И в таком тандеме оно будет звучать впервые. Жен-Марий Леруа более 30 лет играет на органе во многих парижских соборах. Говорит, это для него не только искусство. Орган – это инструмент религиозный. Мои родители были строгими христианами. И орган – это первый инструмент, который я услышал, находясь еще в утробе матери. Это у меня в крови. По мнению музыканта, органную музыку в Украине необходимо популяризировать. Для того, чтобы привить запорожцам любовь к органу, готов чаще приезжать в наш город на гастроли. Напоминаю о новостях Запорожья и области. Вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы обладаете интересной информацией или видеоматериалами, хотите рассказать о проблеме, с которой столкнулись, или высказать свое мнение, пишите главред. Это tv5.zp.ua. Всего хорошего. Субтитры подогнали Симон.